приветствую вас дорогие друзья снова вы и снова я кусок зайца с вами и сегодня у нас обзор на детище студии дек 13 под названием the surge 2 от создателей the surge конечно у студии были и другие проекты и более достойны но в какой-то момент видимо разработчики решили что они могут в соус лайк и и да видимо неполный провал the surge дал разработчикам повод подумать что они сделали что-то достойное и решили выпустить the surge 2 и вот релизнулся surge 2 я как жопой чувствовал что не стоит нести в steam 1700 рублей на алтарь бездарей и сейчас мы будем разбирать что же не так в этой игре а посему если вам игра зашла и ваша пятая точка взрывоопасно словно баллон с метаном то советую вам принять меры срочно сев в тазик со льдом либо не смотреть это видео и да тут будут спойлеры поиграв в игру 4 часа на стриме а потом еще после стрима часов 5-7 я понял одно что-то в этой игре не так и дело тут не в том что я решил обосрать игру нет the surge 2 и сам обделался причем весьма неплохо игра встречает вас кат сценой который вы видите черт знает что а именно какого-то мужика распыляет потом падает самолет и идет повествование о том что машины идут по стопам людей нихуя не понял ну очень интересно вы просыпаетесь от комы и где в тюрьме почему в тюрьме зачем не знаю ну да это ведь нормальная практика когда выживших после авиакатастрофы состоянии комы сажают в тюрьму в местном лазарете по любому есть специалисты и подходящий контингент ну да ладно вот мы очнулись и берем в руки что правильно два дефибриллятора и идем проводить шокотерапию местным зэкам и должен сказать поначалу когда ты ходишь по этому зданию типа тюрьме игра не кажется такой уж убогой и безнадежной пока еще есть шаткая и призрачная иллюзия на то что локации будут хорошие ах да забыл пока я шел до первой медицинской станции я не покидала чувство дежавю и это даже заметили люди на стриме они тоже подметили что этот момент жутко походит на побег шепарда из масс эффекта после его эпического оживления а также на побег а языка кларка из второго дэдспейса и до медстанции жуть как похоже на аналог из дэдспейса такое чувство что разработчики решили спионерить везде где хорошо выглядит первого босса я уохматил без особых проблем с первого трая но вот когда я подошел к сундуку в ожидании лута то немного прифигел вместо вкусного лута положенного мне по праву или чего-то там еще дают какую-то игрушку карл нет но это же надо было придумать такое но дальше больше ибо беготня в здании еще не раскрывает всего пиздеца этой игры вот когда вы выйдете и поговорите с секосным дядькой нетрадиционной наружности тут-то трандец и начинается ах да к слову диалоги диалоги в игре то еще говнище нет я понимаю что соус лайк и все такое и в них диалоги не главное но зачем тогда давать возможность задавать вопросы почему не сделать просто сцену где вы кликаете на нипа и он вам вываливает информацию зачем это подобие готики и rpg составляющей она тут просто лишняя да и уровень диалогов знаете где-то на уровне дна типа что тут произошло а ты не знаешь я был в коме а ну тогда сам посмотри чего тебе только что человек сказал что он был в коме последние два месяца опиши ситуацию расскажи что за бардак тут творится нет ходи и сам думай такое впечатление что сценариста держали в подвале и он кроме как о тарелке супа и думать ни о чем больше не мог локации вы спускаетесь вниз и начинаете ходить по локациям и поначалу должен сказать они не напрягают боевка даже в каком-то смысле поначалу доставляет и враги вроде как отличаются своим поведением и манерой боя зависимости от того оружия коим они наделены и вроде бы вот она формула успеха видите игрока по сюжету сопровождая вкусными боссами и врагами и грамотно расставленными чекпоинтами грамотно карл а вот хрен вам простите за мой жаргон но именно такие эмоции и вызывает эта игра дело тут в том что потом вы понимаете для того чтобы убивать врагов вам надо фармить и много фармить вам нужен металлолом что есть аналог душ как дар соусе а также чертежи и того и другого понадобится много и с горкой в итоге вам не остается ничего кроме как ходить и планомерно чистить первую недолокацию по кольцу раз за разом чтобы скрафтить вещи и улучшить оружие и чтобы прокачать уровень дабы вы смогли это все дело одеть потому что вещи потребляют мощность аккумулятора а мощность качается с уровнем в итоге получается гринд ради гринда но это не страшно и первые полчаса пока вы так сказать одеваетесь вам еще хоть как-то весело но потом наступает он пиздец вы понимаете что карты в игре нету от слова вообще а чем дальше вы заходите по игре тем более запутанными становятся казематы местного подобия города и вот это становится проблемой я конечно не страдаю топографическим кретинизмом но когда ты идешь и оглядываешься по сторонам с опаской дабы не получить пиздюлин снова и снова чтобы снова и снова бежать на то же самое место через толпы мобья то совершенно не обращаешь внимание как добрался в то место где ты есть и когда ты откисаешь от очередного моба дяди васи который тебя ваншотит появляется реакция к слову разрабы конечно пытались вам облегчить путешествие но сделали они это как-то криво и спустя рукава так что так или иначе надо пробегать через кучу противников ну хотели вы сделать шорткаты пожалуйста поучитесь у dark souls а или у того же immortal unchained там нет ни одного такого шортката на котором ты бы вышел и оказался в узком коридоре где тебя тут же начали и встать мобы и ты априори труп увернуться ты не сможешь убежать тоже ах да вот что еще вспомнил бывают такие случаи когда ты на вот таком вот шорткате умираешь и весь лут твой просто пропадает правда весело идешь ты такой с 20 к аналогом душ раз и они пропали и ты с грустным хлебалом либо снова идешь фармить либо идешь грустить за кружечкой грустина складывается впечатление что разработчики the surge 2 просто не умеют в левел дизайн локации у боги однообразны и тесны на лицо полная творческая импотенция и слабоумие постоянные улочки заколочки строительные леса и заходы с переходами лифты с канатами и так далее и так далее в итоге оказывается что вы бродите по одной большой локации только ее порезали на кучу секций и перегородили кучей мусора если в dark souls и ты хотя бы видел смену обстановки и локации отличались то тут же на лицо развалины снова развалины леса лестницы ухты снова развалины и ухты ж нихуя себе снова развалины только поросшие лесом боевка им объем начнем с того что игра будет вас вынуждать так или иначе как можно дольше убивать мобов если в dark souls или bloodborne или в том же immortal unchained вы старались убить противника в кратчайшие сроки дабы скостить себе время на пробежать подальше или сэкономить боеприпасы то в surge 2 навязывают вам необходимость выбивать с врагов чертежи причем нужные вам чертежи завидев врага вы будете высматривать что из того что вам надо на нем надета шлем руки ноги торс и вы вынуждены будете выбирать какую часть тела рубить у этого врага дабы сбить броню и потом при помощи добивания выбить тот или иной чертеж складывается впечатление что разработчики либо не думали когда такое делали либо они сознательно решили затянуть этот высер до недельного прохождения и да да я понимаю сейчас что кое-кто скажет да есть люди которые прошли или пройдут эту игру за пару дней я не имею в виду задротов которые играют ради того чтобы пройти по-быстрому и поставить либо свой рекорд либо рекорд по ютубу я имею в виду обычных людей которые приходят домой и хотят получить порцию удовольствия от игры удовольствие от боссов а получают кучу навязанного гринда также начинает раздражать и удручать и то что примерно с третьего уровня мобов эти самые мобы получают перк рейджа то есть вы их бьете они впадают в ярость и понеслась началось в колхозе утро их атаки начинают просто кушать ваше здоровье и ладно если бы все ограничилось просто повышением урона так они еще и носятся как вертолеты и удары у них становится немножечко с доводочкой вот на вас несется фанатик с пилой вы уклоняетесь думаете вы уклонились а вот хрен вам посередине полета он разворачивается и доводочка начинает работать и раз у вас уже осталось писюлечка хп поздравляю еще одной из неприятнейших фишек стала это что при выполнении удара персонаж не сразу реагирует на вашу реакцию вот вы бьете непися видите он замахивается своим дрыном и судорожно жмете отпрыгнуть а ваш перс говорит фиг тебе я пока удар не доделаю не отпрыгну и в результате он потом лежит и до полной котлеты в виде себя же получает звездюлей использование хилок к слову тоже реализовано абы как вы используете вы выверенную систему эстусов или каких-нибудь инъекций зачем изобретать велосипед с какими-то имплантами для отхила которые работают черт знает как то заряд аккумулятора есть то его нету то еще что-то не так до имплант на отхил улучшается и отхила становится больше но это не совсем интуитивно понятно и понимание этого приходит не сразу в результате получается так что игрок поначалу реально балансирует на грани жизни и смерти и так что же мы имеем в сухом остатке а имеем мы следующее игра surge 2 обкакунькалась в прямом смысле с низкого старта и начала носом вспахивать себе ямку сразу же абсолютно убогие локации не вызывающие никакого интереса узкие тесные переулки открытого пространства крайне мало и куча 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 запутанных коридоров до боли похожих друг на друга в итоге игрок начинает чувствовать себя эдакой алисой в стране чудес которая выходит из жуткого лабиринта что куда откуда черт его пойми довольно пососная графика нет я не графодрочер и я с удовольствием играю в игры с плохой графикой но заметьте отличным сюжетом и отличным геймплеем до в играх важен посыл для игрока но посыл с интересным сюжетом of surge 2 это просто посыл далекое теплое место и замечу весьма неприличное место графиков surge 2 настолько убога что от нее уже на втором часу игры реально болят глаза я серьезно примерно через час игры на стриме я тёр глаза и щурился просто потому что от блюра и мыло начали уставать и слезится глаза у меня сложилось стойкое впечатление что разработчики поняли что в графику они тоже не умеют и в некоторых моментах графика действительно красивая но это лишь отдельные закоулочки там она чистая и без блюра и не размытая но как только вы выйдете на более или менее длинную локацию и опа включается блюр и мыло довольно притянуты за уши гринд ради гринда хорошо вы сделали боевку с расчлененкой но зачем к этому принуждать в итоге после первого же босса игра становится поиском субпродуктов для варки шмоток и апгрейдов с этого ножка с этого грудка а с этого ручка а ух ты голова фирменная камера бладборна и дарк соуса присутствует камера то и дело заставляет вас лицезреть чьи-то муди да соусе или в том же бладборне такое было но разработчики суржа вы серьезно не могли как-нибудь это улучшить либо обойти вам настолько была лень и вот получается что сурж 2 это очередная порция гуана в которой нет желания играть после пролога игра просто не вызывает интереса проходить ее дальше не хочется замыленная графика абсолютно никакущие диалоги не выразительные и не запоминающиеся локации по которым игрока заставляют насильственно ходить вновь и вновь и даже не пытаются облегчить понимание игрока где он находится в данный момент времени нет ни карты не менее карты и за все это просят скромные 1700 рублей в итоге мое мнение лишь одно спасибо но в сортах говна я не разбираюсь и не очень хочу разбираться отрадно лишь то что со старта не только мне эта игра показалась жопорожденной но и другим людям к моменту выхода этого видео в стиме игра имеет рейтинг в районе 69 процентов положительных отзывов уж не знаю кому и как она зашла ну или оценки ставили архаровцы по типу н их людей в стиле 12 из 10 в общем играть в это я не особо рекомендую лучше поберегите свои нервы ну а на этом я с вами прощаюсь подписывайтесь на канал пишите ваши комментарии зашла вам игра не зашла и почему всего вам хорошего пока пока